Всем привет! Сегодня я расскажу о моих любимчиках, фаворитах, которые я покупаю снова и снова. И здесь будет как декоративная косметика, так и уходовая. Это то, что я беру там не в первый, не в второй даже раз и то, к чему возвращаюсь постоянно. И давайте уже начинать. Конечно, первое это мои помощники Батист, сухой шампунь. Обычно я покупаю оригинал, тут написано. И вот не раз уже повторяю, XXL, он идет с добавлением все-таки лака. Очень классно придает объем. Эти шампуни справляются на 5 с плюсом, с тем, чтобы освежить корни волос. Не один шампунь, хотя я очень много пробую от других брендов, так круто не справляется за короткое время. И расход здесь минимальный. Тут нужно совсем немножко. Да, белый налет изначально он остается, но он очень быстро у меня впитывается и вычесывается. Легко и просто. Это два моих фаворита, которые постоянно у меня должны быть. Хоть я и могу пробовать и другие какие-то шампуни, но в Батист я уверена. И на какие-то ответственные там выходы они всегда со мной. Еще одна сладкая парочка. Это серия антиполюши. Ну, мицеллярный такой очищающий шампунь для волос от Ивроше. И такой же серии скраб. Что касается скраба, то обычно он не попадается в подарок при заказе. Как-то так получается. Либо там скидка хорошая на него при покупке двух этих продуктов из серии. Можно, в принципе, прожить и без него. Я бы не сказала, что это прям фаворитище. Но, однако, я к нему возвращаюсь вновь и вновь. И с удовольствием им пользуюсь. Потому что он прекрасно очищает от загрязнений. Им нужно пользоваться буквально один раз в неделю. Ну, в зависимости, конечно, от того, сколько стайлинговых средств, лака, геля вы наносили на волосы. Аккуратными нужно быть с ним. Потому что здесь довольно грубые, большие такие вот частички. Скорее всего, это соль. И она не обработана. Представляют из себя такие необработанные края. Она может царапать кожу головы. Поэтому я без нажима распределяю по волосам и смываю. А вот что касается уже шампуня, то это действительно незаменимая вещь в моем уходе. Потому что, да, в ней есть там и СЛС, и различные не совсем как бы натуральные ингредиенты. Но, во-первых, здесь объем 300 мл, которого мне хватает очень-очень надолго. Потому что экономичный расход. Она очень хорошо пенится. Да, может быть, это агрессивная составляющая. Но, вместе с тем, она прекрасно очищает кожу головы. Чего я и добиваюсь с такой шампунью. Также использую примерно один раз в неделю в среднем. Все зависит, однако же, от загрязнения. Прекрасный аромат. Хорошо вымывает все. И даже придает у корней объем. Очень классный. Советую. Для такого вот глубокого очищения этот шампунь идеально. Конечно, не первый раз повторяю антипреспирант от Адидас. Нравится, я уже говорила, Даф и Адидас. Адидас, наверное, больше предпочтения отдаю. Потому что здесь максимально все, которые пробовали, удачные одушки. А Даф мне попадались очень какие-то приторные, иногда сладкие, непонятные. Поэтому в любой непонятной ситуации я, конечно, вот опять куплю Адидас. Ну, либо проверенный аромат от Даф. Про такие вещи, наверное, стоит заметить только одно, что он справляется на 100% с защитой. На него могу положиться, не подводил ни разу. Но это, наверное, самый-самый долгоживущий продукт у меня. Это от Глискур. Такой экспресс-кондиционер. И именно вот этой желтой серии. Хотя я пробовала разные. Но именно вот эта классическая, по-моему, она даже была первая. Мне больше нравится защита от секущихся кончиков питания, здоровый блеск. В основном я приобретаю эту сыворотку для того, чтобы очень легко и безболезненно, скажем так, расчесать свои волосы. Волосы не грязнят. Я не могу сказать, что он создает блеск или питает волоски. Нет, это больше создано для того, чтобы запечатать кутику. И поэтому у вас просто легче расчесываются волосы. Но рекомендую, наверное, всем. Уход тут тоже небольшой. В составе есть масла. В общем-то, очень даже неплохая вещичка. И вот сколько лет уже прошло. Это точно больше 10 лет. И я им до сих пор пользуюсь. Вы знаете, в принципе, по моим пустым баночкам, по покупкам. Я всегда люблю что-то пробовать новое. Но еще ни одно средство за эти года не справилось с облегчением расчесывания так, как это делает блескур. Поэтому однозначно, если купите, не ошибетесь. От Враша люблю повторять такие вот гели для душа небольшие из коллекции Жордан Дю Монт. Это у меня сейчас наличие африканских какао. А вообще, очень люблю повторять бразильский кофе. Он у меня недавно закончился. И пока я не использую африканский какао, соответственно, его не приобрету. Потому что я знаю, что я опять его использую. Африканский какао так и будет стоять, ждать в своей очереди. Чем мне нравятся эти гели у Ивроше? Особенно вот бразильский кофе. Аналога не существует по одушке до сих пор. Также очень давно, лет 5-7, наверное, уже пользуюсь. И представьте, вот не нашла. Если вы знаете по этой же цене, а стоят они там по 100 рублей, эти гели, то посоветуйте, напишите в комментариях. Мне будет интересно пробовать и сравнить. Но вместе с тем, тот же африканский какао. И еще какие у них разновидности есть. Они тоже приятные, не химозной одушке. И еще мне нравится, что здесь такая питательная текстура. Цена небольшая. Советую попробовать тоже бразильский кофе однозначно. Он, наверное, вообще у них бестселлер продаж и любимчик многих. Вместе с тем, что касается гели для душа, однозначно еще могу порекомендовать от Фаберли. Но мне больше, конечно, аромат нравится Бьюти Кафе. Вот точно в такой же упаковке. Сейчас у меня в наличии Феррик Сенсуэл. И это парфюмированный гель для душа. Вот Бьюти Кафе, это повторяет аромат такого парфюма. Это у меня новенький флакончик. Он у меня пока лежит в запасах. А использую я сейчас вот такой вот объем. Тоже Бьюти Кафе. Именно классический, не каприз. Именно вот эта вот первая версия, самая лучшая, самая крутая аромат, который нравится действительно всем. Не видела еще ни одного человека, который бы послушал и сказал, что нет, что-то не то. Все всегда интересуются, что за аромат и при возможности покупают себе. Конечно же, я вот этот аромат покупала тоже уже не первый раз. Это мой второй или третий запас. Третий, по-моему. Но мне больше нравится покупать именно в объеме вот эти 10 мл, да, по-моему, они у Фаберлик, нежели 30 мл, по-моему, вот этот побольше или 25. Этот объем более стойкий. Тоже интересно ваше мнение. Если вы пользовались там в полном объеме, допустим, этим парфюмом и в маленьком, вот именно вот в этой миниатюрке, такой тревел-версии, скажите, как вы считаете? По стойкости они одинаковые или все же этот более стойкий? Поэтому я не приобретаю себе большую версию, даже такую я не буду больше приобретать. Но однозначно, то, что я буду повторять этот аромат, это 100%. И вот гель для душа. Мне также нравится Феррик Сенсуа, но это вот первый раз я его приобрела, и он неплох. Бьюти Кафе у меня закончился вот недавно, а второй или третий по счету тюбик. Всегда повторяю бархатные ручки. Это питательный крем для рук. Это вообще любимчик, наверное, всей нашей семьи. Люблю я и муж пользоваться им. Он хорошо питает. У него тут четвертая степень питания. Но вместе с тем он не так долго впитывается, но оставляет напитанные увлажненные руки. А тут особого даже вот аромата нет. Поэтому, наверное, он многим нравится. И по своему действию эффект остается увлажнение и питание надолго. И это, да, нет, наверное, даже не десятая, а уже больше. До десятку точно перевалило. И именно питательный от бархатных ручек. То, что я опять повторила недавно в покупках, вам показываю, это бархатные губки, масло для губ. Вообще-то косметик. Стоит 50 рублей. Они сейчас, я видела, завезены некоторые в фикс прайс тоже. 50 или 55 рублей стоит. Это у меня надежная защита. До этого я использовала восстановление. У меня был бальзамчик. Очень классный, крутой. Поэтому я закупилась. Несколько штук уже. Один отдала. Закончу сейчас те, которые у меня есть бальзамы. И опять вот как раз открою. Потому что здесь есть SPF. Я думаю, что на лето будет самое то. Оставляя эту напитанность надолго чувства. А не так, чтобы стерли и все. И сразу сухость вернулась. На губах практически не ощущается. Собственно, как аромата тоже особо я не слышу. Тут натуральный состав хороший. Фитокосметик составом. Все хорошо. Вдвойне рекомендую. Еще и за такую цену сразу можно несколько брать. Но не могу обойти стороной. И, конечно, мой любимый от Faberlic Lip Balm. Антивозрастной бальзам. Который стоит также на скид. 49 рублей, по-моему, консультантам он выходит. И я всегда, когда такие скидочки есть, вылавливаю его, приобретаю, раздариваю, отдаю. Наверное, если сравнивать вот с фитокосметикой, которую я вам показала, он все-таки у меня в фаворитах остается. Также наносится прозрачно, не жирный. Но вместе с тем классно питает. Конечно, с ним более такие напитанные, разглаженные губы получаются. Особенно если их нанести на ночь, с утра вы свои губы точно не узнаете. Он творит чудеса. Однозначно, это мой фаворит, который я пока буду в Faberlic упускать, я буду приобретать его снова и снова. Также моя не первая баночка, но, собственно, как и все здесь, которое я уже показывала, это от Evelyn 8 в 1 здоровые ногти. Это лечебное средство, которое наносится либо самостоятельно по инструкции, все это делается, либо можно под лак наносить. Я наношу под лак. Это высокоэффективный препарат для регенерации и укрепления ногтевой пластины. Он действительно укрепляет ногти, способствует быстрейшему восстановлению и росту. Но, как я делаю, я его чередую иногда, вернее, отменяю. То есть, я могу 2-3 месяца им попользоваться, а в один слой под лак. Ну, все, он укрепляет хорошо, их оздоравливает, восстанавливает, сделает более крепкими. Я уже забыла вообще, что значит слоение ногтей, хотя я этим страдала. Ну, собственно, потом я его отменяю и примерно такой же период им не пользуюсь. Все-таки это средство лечебное, с ним надо быть очень-очень осторожными. И, наверное, еще смотреть на первую реакцию ваших ногтей. Потому что я помню, когда я вообще самый-самый первый раз его попробовала, у меня была реакция, то есть, как чувствительность. Я чувствовала, как что-то с ногтями происходит. Но примерно после трех применений это ощущение прошло. Сейчас я вообще крашу и никакого дискомфорта нет. Но тогда первый раз я наносила после снятия гель-лака. То есть, когда мне такие ногти были убиты, и он их очень круто восстановил. Но есть у меня еще, что касается помощников в поддержании красивых ногтей, да, состояния ногтей. Это от Фаберлик. Первое, это укрепляющее средство по уходу за ногтями. Укрепление здесь сразу говорю, нет никакого. Кстати, он у меня сейчас нанесен в два слоя. Я его использую тогда, когда я не хочу красить какими-то лаками, выводить что-то. То есть, все, я вот накрасила. И, в принципе, ручки выглядят ухоженными. И такой цвет мне очень нравится. А вот эта сушка уже идет. Топовое покрытие. Оно, во-первых, очень хорошо и быстро сушит лак, во сколько бы слоев вы не нанесли, и способствует более долгой носке. Из декоративной косметики я покажу два моих фаворита. И это Maybelline тушь Lash Sensational, которую все знают. Я сейчас ей активно пользуюсь. Мне нравится щеточка силиконовая. Мне удобна ее форма. Делает эффект накладных ресниц в прямом смысле этого слова. Не осыпается, не смазывается. Они все-таки объемные, удлиненные, разделенные, классные ресницы с ней получаются. Просто супер. Пока тоже замены не нашла. И Yensabo Cabaret классическая. Ну, там, если их оценивать, то это пятерка, а Yensabo все-таки троечка. И еще вот такая вот тушь Brow Precise Fiber Filler. Это тушь для бровей, именно с фиброй. У меня в оттенке Deep Brow. Это я взяла себе как-то на зоне. Не помню, когда, знаете, пошел разговор о том, что их снимают производство. Они больше не будут продаваться стационарно, а только онлайн. Я, как сейчас помню, я на зоне заказала. Еще по хорошей скидке. Но я пока не пользуюсь, потому что, ну, вы сами видите косметички. И там у меня достаточно пока средств для бровей. Мне нужно их закончить. Но однозначно, как только они у меня выходят из строя, я открываю вот эту баночку. И также не нашла замены. Несмотря на то, что много тестирую косметики. Ни по оттенку не нашла, ни по тому, как эта щеточка крутая, кстати, работает. Она очень интересно выполнена. И многим кажется, что ей вообще невозможно нереально что-то себе нарисовать, прорисовать. Но нет. Просто нужно попробовать один разок. Вы поймете, что эта вещь очень крутая. Это фибра, которая дополняет как бы волоски, делает такими бровки, как сейчас модно, максимально естественными. Ну, в общем, вы поняли, это незаменимая тоже вещь у меня. И что-то я так чувствую, когда я открою эту тушь для бровей. Я обязательно сразу себе в запас прикуплю новую. Последнее средство, которое хочется показать, это от Фаберлик. Это на Ботаника маска для ног с голубым кипарисом, лаймом, маслом карите. Здесь небольшой объем, но я использую не как маска, а обычный крем. Просто наношу не так, наверное, концентрировано и жирно. Он очень жирненький сам по себе. Достаточно долго впитывается. Такого, видите, он цвета. У него очень классный аромат. И причем вот этот вот флакончик, тут небольшой объем. Стоит рублей 40, наверное, на скидках. 50 миллилитров здесь объем. Но что мне нравится? Во-первых, мне нравится после него вот ощущение на руках. В принципе, даже можно его и не смывать с рук, как я делаю с другими кремами для ног. Потому что они неприятно ощущаются на руках, они еще и воняют. Этот же пахнет очень классно. Лимон, перемешанный с цветочным свежим ароматом. Единственное, я ее давно уже, линейку вот эту вот на Ботаника, не вижу в постоянной коллекции каталогов. Приобретаю где-то. Обычно они бывают по каким-то специальным предложениям, уже когда вы оформляете корзину. Но как только вижу, сразу добавляю себе. Потому что пока аналога не нашла я. Все, наверное, показываю здесь. Именно потому что аналогов пока нет. Именно поэтому эти средства покупаются не в первый, не во второй. И там некоторые даже уже не в десятый раз. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, информативным, интересным. Мне будет очень интересно, если вы расскажете о своих каких-то фаворитах. То, что вы покупаете постоянно и тоже не можете найти замену. Может быть, у нас с вами вкусы совпадут. А может быть, вы подскажете, на что можно обратить еще внимание. Спасибо за просмотр. До следующего видео. Всем пока.